Бизнес-технологии Предпринимателей, руководителей бизнес-сообществ Людей, которые представляют какие-то технологии Маркетинговые, производственные и другие Социальные в том числе Вот несколько эфиров у нас было посвящено местному самоуправлению Но, во всяком случае, все гости у нас были всегда старше 20 лет У нас был пресс-секретарь, им было 21 год Никогда у нас не было людей моложе И сегодня я хочу представить достаточно важного гостя Президента школьного самоуправления первой гимназии Ну, такого видного мужчину средних лет Дмитрия Крота Здравствуйте, Дмитрий Здравствуйте Мы, на самом деле, задумали сегодняшний эфир Поговорить о том, как живут школьники Диме, конечно, еще не 20 Ему всего 15 в этом году исполнилось Да, я правильно говорю? Да, да Но при этом он является президентом Мы с ним уже давно знакомы Он является и киношником, и актером, и, в общем-то, таким достаточно активным человеком по жизни И вот сегодня мы столкнулись с тем, что, собственно, мы с ним столкнулись на площадке Мы снимали фильм, посвященный истории, 200-летней истории, внимание Первой гимназии города Симферополя И я там на съемке узнал столько интересного и нового, что я вот подумал, что обязательно надо затащить президента в эфир Чтобы он поделился тем, вокруг чего мы ходим каждый день И не знаем, какая богатейшая история у нашего города Дмитрий, расскажите об этом фильме, с которого все началось А потом мы плавно перейдем к школьному самоуправлению У нас появилась идея снять фильм по истории нашей гимназии Наша гимназия была создана в 1812 году Фильм посвящен великим людям, окончивших нашу гимназию Великие люди не только учились в нашей гимназии, но и преподавали Допустим, Менделеев, известный химик, был учителем химии в нашей гимназии Этот фильм мы повезем в Москву на конференцию научную Где все будут защищать свои проекты по физике, по химии, по математике и так далее А у нас место проекта, ну как, это и есть проект, это фильм, посвященный истории гимназии То есть он исторический А правда ли, что вы одна из старейших гимназий не только Крыма, но и всей Российской Федерации? Ну, насчет Российской Федерации я не уверен, но насчет Юга России это точно А какие вот знаменитые, известные персоны закончили первую гимназию? Закончили первую гимназию такие великие люди, как художник-маринист Айвазовский Много ученых, например, Курчатов, физик, который был одним из создателей бомбы, ядерной, по-моему Атомной бомбы Атомной бомбы Ну и атомной энергетики В общем, в России это, то есть он закончил нашу гимназию, учился там на протяжении, по-моему, 10 лет на тот момент люди учились Также у нас было множество других известных людей, историков, физиков, химиков, математиков и так далее Ну, то есть список довольно огромный, не перечислить всех Ну, на самом деле атмосфера вот в старом корпусе, мы сегодня походили, она действительно вот навевает что-то Там действительно 200 лет, как с добрым утром В молодом корпусе, в новом оно как-то по-другому, но вот старый корпус, да, такое чувство, что там чуть ли не эрмитаж какой-то Ну да Хорошо, движемся дальше Вот школьное самоуправление Мы на самом деле в наших программах занимаемся не только бизнес-технологиями Как зарабатывать деньги, как там кормить семьи и детей, которым до 15 лет Ну, прости, я так уж Да, а мы занимаемся вопросами социальных технологий И вот все, что связано с самоуправлением в нашей программе, одна из ключевых тем Вот расскажи о школьном самоуправлении, как ты стал президентом и, собственно говоря, что тебя туда потянуло? Школьное самоуправление занимается благоустройством школы за счет сил учеников За счет привлечения учителей к разным проектам и так далее Еще мы занимаемся различными мероприятиями, как увеселительными, так и настроенными на обучение Обучение и, как-то сказать, на облагораживание умов наших учеников То есть в прошлом году я еще не был президентом, но я был министром патриотического духа и милосердия своей школы То есть на 9 мая мы шефствовали ветеранов, ходили по домам от нашей школы Поздравляли их с Днем Победы, помогали им всячески, приносили разную еду, провизию, можно так сказать и так далее Еда тоже нормальная Также самоуправление занимается различным благоустройством города То есть мы устраиваем субботники, флешмобы различные и так далее Существует также над школьным самоуправлением есть верховный президиум Где, получается, есть самые активные президенты, участвуют в нем И мы уже занимаемся на городском уровне уже более масштабно различными проектами Наша организация называется Симфа То есть мы занимаемся, ну вот также занимаемся шефством над ветеранами Планируем после Нового года организовать субботник на набережной реки Салгир Если, конечно, погода позволит Мы общались с депутатами крымскими, с мэром нашего города, Агеевым Они согласились на помощь, то есть финансовую, помогать нам, получается, кадрами, то есть людьми и так далее Еще мы планируем организовать флешмоб, настроенный на пропаганду здорового образа жизни То есть на площади Ленина будет флешмоб, концерт, который будет организован силами школьных самоуправлений при помощи правительства Ух ты, ух ты, как интересно То есть получается, что ты не один такой президент, есть во всех школах такие же Да И вы из самых активных, у вас есть еще и надшкольные органы управления, да? Да, да Ага, а вот тогда давай вернемся к фильму Мне эта же тема тоже интересна То есть поскольку проекты предметные и там будут конкурсы, да, в Москве происходить между разными школами Почему выбрали собственный уряд фильм? И была ли такая номинация или вы сами ее продавили? Там как бы на форуме была номинация, связанная с кино То есть по одному из предметов нужно было снять фильм Вернее, не нужно, можно было снять фильм И там будут приглашены актеры различные, с которыми мы сможем пообщаться В общем, я увлекаюсь среди всех предметов больше всего историей Поэтому, так как я учусь в довольно древней школе Нормально сказанул В довольно древней школе с богатой историей Я решил снять фильм именно по истории своей школы То есть это твое решение, ты его предложил, все приняли, никто не возражал А что это ты вдруг решил в кино? Ну, как вы уже знаете, как вы уже говорили Я увлекаюсь кино, и поэтому это больше вот для меня Хорошо В общем, уважаемые радиослушатели Хочу сказать, что у нас сегодня в гостях необычный гость Ему всего 15 лет Он президент школьного самоуправления 1-й Симферопольской гимназии Я сегодня там побывал с камерой Мы там с ним снимали этот фильм Который, кстати, не документальный, а он художественный То есть игровой, можно так же так сказать И мы снимали вот историю фактически этой гимназии Количество знаменитостей, которых я только увидел на стене За прошедшие 200 лет, это, конечно, что-то И мы, в общем-то, решили сегодня Дмитрия пригласить к нам в эфир И поговорить о том, как живут современные 15-летние юноши и девушки Что у них на уме, чем они богаты Потому что дома-то родители с детьми как-то общаются А вот так вот на радио, извините, до этого еще не было И поэтому мы решили поиграть в эту игру Дим, расскажи, пожалуйста Вот ты в августе тебе... Ты же у нас лев, да? Да Да, в августе тебе 15 исполнилось То есть тебе еще год этот заканчивается Еще год, да? И потом ты уже будешь куда-то поступать Будешь куда-то двигаться Вот расскажи мне, не как президент, а как молодой человек раннего возраста Да? Вот как ты себя видишь в будущее? Куда ты хочешь? Чем ты хочешь заниматься? И как, например, вот стыкуется с этой профессией Или вектором профессии многих, да? Твоя общественная деятельность И понимаешь, что ты парень активный Расскажи мне о будущем Расскажи о своей картинке будущего Что будет с тобой через 5 лет? Ну, я планирую посвятить свою жизнь кино Ну, кинопроизводству Планирую после окончания школы поступать в Санкт-Петербургский институт кинопроизводства и журналистики На факультет актерское мастерство Либо на продюсера Ну, я еще до конца не определился Планирую сниматься в художественных фильмах Не только у нас в Крыму Планирую там выезжать, сниматься в Москве Но жить планирую В Лос-Анджелесе В Симферополе Понятно Хорошо Расскажи мне вот какую вещь А насколько, вот как ты думаешь Насколько вот общий уровень 15-летних, да Вот насколько люди так же активны Насколько так же интересуются искусством, кинематографом К чему-то стремятся Да, интервью относительно того Чего вот, скажем, вашему поколению хотелось бы добавить Чего бы убавить, какие ручки покрутить, чтобы жизнь была лучше Ну, не все представители такого возраста Ну, подростков активны Некоторые там могут сидеть дома, за компьютером Ничем не увлекаться Но встречается огромное количество детей Которые увлекаются наукой Другие культурой А третье спортом и так далее То есть сейчас, по моему мнению Есть огромное количество детей Которые способны к хорошему продвижению по жизни Ну, то есть и огромное количество детей У которых есть цель Которую они хотят добиваться Вот я решил посвятить свою жизнь кино И добиваться высот в этой теме А многие там хотят посвятить себе науке Добиться каких-то высот вот в том направлении А банкиры есть? Банкиры? Бизнесмены есть Бизнесмен Да А, уважаемые радиослушатели Сегодня такой предпраздничный эфир бизнес-технологий Мы, конечно, на умнике очень много говорим о том Как зарабатывать, как управлять Но вот здесь вот есть реальный живой человек Ему 15 лет Он занимается школьным самоуправлением И технология, которая у него в голове Которую он излучает В принципе, достаточно эффективная То есть я думаю, если ему там одеть галстук Сменить школьную форму на более взрослую Он сможет вполне управлять и другими самоуправлениями А на часах 15-20 мы сейчас уйдем на небольшой перерыв Послушаем пару песенок Потом у нас будет рекламный блог И потом мы вернемся и поговорим О 15-летних, живущих в Симферополе Как они видят картинку будущего Уходим на небольшой перерыв Возвращаемся в студию бизнес-технологии Мы сегодня обсуждаем с нашим гостем Дмитрием Кротом А он, на секундочку, президент Школьного самоуправления Первой гимназии города Симферополя Мы обсуждаем, что было, что будет Чем сердце успокоится В частности, мы обсуждаем фильм, который снимает Под его продюсированием, как я понимаю Этот фильм, он даже не документальный Посвященный 200-летней истории Даже, получается, 200-203 года 203 года первой гимназии Это, на самом деле, срок немаленький Для любого учреждения, а тем более такого Я побывал сегодня в музее, поговорил с учителями У меня, честно говоря, ой, какой интерес Проснулся к этому делу Вся история России реально заложена В истории первой гимназии Там такие люди И врач, который У которого, ну, родственник этого врача На руках которого умер Пушкин Тот же Дмитрий Менделеев Тот же Игорь Васильевич Курчатов Спиндиаров, да? Айвазовский То есть там такая плеяда Знаменитейших титульных лиц Российской империи и российского государства Что я даже просто рекомендую Сделать экскурсию Всем, кто не был в первой крымской гимназии Договориться с президентом Вот он рядом сидит Расскажи, пожалуйста, об этом фильме Когда, какие сроки Когда, как это будет выглядеть Ты поедешь в Москву его представлять, защищать Когда это будет, что это будет Вообще в рамках какого это процесса? Вообще в Москве будет проходить Что-то типа форума научного На котором школьники со всей России Будут защищать свои проекты По физике, химии, математике, истории и так далее Как я уже говорил Мы решили снять именно фильм Исторический по истории гимназии Так как она довольно богата Но решили снимать не в виде документального фильма Потому что документальный фильм Обычно к концу уже успевает надоесть Ну да, ноги засыпают Засыпают и неприятно смотреть Как бы даже А тут мы решили снять это в виде Художественного фильма Добавили небольшой элемент фантастики Ну то есть как дети прибыли из будущего И начали все разузнавать Не хочешь ли ты сказать, что в будущем дети Вообще истории знать не будут Не в зуб ногой Их надо будет перемещать назад Нет, ну они же попали не из нашей школы А, ну да, да Так как через там 100 или 150 лет Еще больше великих людей будет учиться в нашей школе Да, да, это 100% Это 100%, да И с этим проектом мы поедем в Москву И там его будем защищать Когда это будет? Это будет происходить в 20-х числах января В конце января То есть точно даты еще нету? Вообще этот форум будет проходить с 25-го по 30-е число Но нас приглашают на 3 дня Когда именно наша тема будет раскрываться там И там мы будем находиться 3 дня То есть нас туда приглашают Жить мы будем, получается, не в гостинице, а в семьях То есть и будет общение между школьниками, допустим Уже не только на уровне вот этого форума А еще и там после этого То есть мы будем жить в семье Которая будет жить школьник Его семья И которая будет рассказывать о жизни там Ой, как прикольно Мы на самом деле, я тебе скажу по секрету С руководством телерадиокомпании Крым Обсуждаем сейчас проект Связанный именно с обменом детьми Когда дети из одного региона Будут жить в семьях другого региона И на самом деле сделать из этого большое шоу Ну, кое-что снимать Разговоры, обмен опытом Особенно если еще делать межродовые И межнациональные такие обмены То есть, например, из Башкортостана К нам в Крым приедут дети И поживут в наших семьях И наоборот И вот этот проект, он на самом деле Ну, такой достаточно объемный, серьезный И мы тоже вот думаем над этим А тут еще, оказывается, вы в Москву решили съездить Нет-нет, да и да Вы там хоть с камерами поедете Да поснимайте что-нибудь Интервью, разговоры, чего-нибудь Я тоже планирую поснимать определенные ситуации Ну, то есть, взять интервью У тех же каких-то научных умов Которые тогда поедут Ну, не только у детей, школьников Которые приедут из других регионов Но и у ученых, которые там будут присутствовать Также там будут присутствовать Некоторые известные российские актеры В том числе и подростки У которых тоже у меня есть В планах взять интервью И после этого сделать из этого кратенький фильм Ну, там... Видеоотчет Видеоотчет, да Скажи мне такую вещь Вот как ты думаешь А, ну, во-первых, ты съездишь в Москву И, да, ответишь мне потом на вопрос А как с точки зрения коммуникации Наши крымские дети Ну, ты-то понятно Ты языка, тебе слово Ты тысячу в ответ Да, ну, другие я имею в виду Вот как они будут с точки зрения Равности, навыков, знаний и умений Говорить, презентовать, защищать Насколько мы соответствуем И вообще проблемы может быть и нет Либо, может быть, чего-то надо добавить Подбросить в топку угля И какие-то методические курсы Связаны, например, ну, с нашей профессией Да, все, что связано с телеведущими С уверенностью выступления С умением интервьюировать Участвовать в ток-шоу В дискуссиях и так далее То есть вот коммуникативные такие вещи Как ты думаешь Вот я понимаю, что ваша элитная Первая гимназия, она достаточно элитная Но есть ли проблема вот в вашего поколения Вот в этой части? Ну, опять же, все зависит не от места обучения От самого человека Каким он был воспитан Каким он считает себя Какая у него стоит впереди цель То есть это зависит именно от этого Я думаю, что на такие мероприятия Будут отсылать довольно таких Активных детей Которые будут защищать свои проекты Которые будут общаться между собой Делиться опытом и так далее Я думаю, будет все там сообщение Вполне нормально И дети будут Делиться опытом И разными там событиями и так далее Ну и давай подумаем над тем Как в первой гимназии сделать, например Телеканал Ютубовский Чтобы вы делали новость А мы вам поможем Телеканал Вырастим новых телеведущих Журналистов Снимать можно пока на мобильной Там же есть камеры Ну да Ну так как я знаю всех наших учеников Можно отобрать активных детей Которые довольно нормально И хорошо смотрятся перед камерой Которые не боятся говорить И подавать им какие-то идеи Которые будут осуществляться уже на камеру Давай этим займемся Ты съездишь в Москву Мы закончим Я помогу с этим фильмом немножко И к этому вопросу приступим Ну что, уважаемые радиослушатели Сегодня такой предпраздничный эфир Мы решили немножко Ну не то чтобы дурака повалять Но пообщаться с человеком Который бы на радио не зашел бы без повода А поскольку он президент школьного самоуправления И на самом деле действительно активный человек Человек, который занимается управлением Не по книжкам, не по науке У него нет каких-то обязательств Перед вышестоящими этажами управления Но тем не менее он на практике управляет Он на практике общается с учителями С детьми, старшими, младшими, равными И при этом приходит к каким-то для себя выводам Пусть даже и подсознательным Что на самом деле достаточно интересно Бизнес-технологии Это же прежде всего технологии управления И у нас в гостях Дмитрий Крот Президент школьного самоуправления Первой симферопольской гимназии Который выступил у нас продюсером Художественного фильма Который он хочет повести 25 января в Москву Об истории симферопольской гимназии номер один Которая в 2012 году исполнилась 200 лет Это, между прочим, достаточно большой срок Дмитрий Ну, у нас сегодня такой коротенький предпраздничный выпуск Давай ты обратишься к жителям города Симферополя К крымчанам с новогодними поздравлениями К сверстникам, к школьникам, к студентам Пожелаем, чего бы ты им там пожелал в новом году Ну и поздравься с наступающим новым годом Хорошо Я поздравляю всех крымчан с новым годом Желаю, ну как в первую очередь, все желают здоровья Удачи во всех начинаниях В первую очередь для подростков активности И желаю того, чтобы, если человек поставил для себя цель Он ее добивался Ну, да И обязательно сняться в фильме, который будет продюсировать Дмитрий Крот Потому что он после окончания школы собирается идти на продюсерский факультет А люди, которые прожили всю жизнь и ни разу не снимались в кино Это как-то неправильно Они должны это все-таки когда-то сделать Это да Уважаемые радиослушатели Сегодня бизнес-технологии посвящены школьному самоуправлению Мы решили поговорить об этом непосредственно с президентом школьного самоуправления Симферопольской гимназии номер один Которая недавно исполнилась 203 года Ну да, это же было 203 года Ого-го, скажу я вам Это примерно получается абсолютный сверстник Никитского ботанического сада То есть Стевен, когда приехал из Дании И по царскому поручению начал закладывать Никитский ботанический сад А он же входил в управление самой школы гимназии То есть получается, что гимназия была образована как раз в тот же самый год Когда Наполеон вторгся на территорию Российской империи И был заложен Никитский ботанический сад Да, все верно Ой, как прикольно Надо снимать фильмы по истории Крыма Которые на самом деле как в зеркале отражают историю России В эфире были бизнес-технологии Сегодня у нас предпраздничный короткий выпуск У нас в гостях был Дмитрий Крот Президент школьного самоуправления первой гимназии города Симферополя У которого есть свое представление о том Как будет выглядеть жизнь через пять лет Он только что нарисовал у нас картинку будущего И который поздравил всех крымчан И своих сверстников с наступающим 2016 годом Дмитрий, спасибо за участие в нашей программе Спасибо вам Да Уважаемые радиослушатели Встретимся с вами в предпраздничный выпуск в среду С 15 до 16.00 у нас будет бизнес-технологии У нас будет новый гость Поговорим о том, как мы будем развивать предпринимательство в 2016 году Спасибо за внимание До свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова